В прошлом году я купил на распродаже аккумуляторную косилку Makita Она стоила 4000 рублей и за такие деньги, конечно, я не мог устоять Но за 4000 рублей это без аккумулятора А штатный аккумулятор стоит почти 15000 Но я сделал хитро Я купил на Алиэкспрессе ячейки 18650 И сделал свой собственный аккумулятор, который обошелся мне вместе с быстрым зарядным устройством в 5000 рублей По ссылке в описании можете прочитать, как я сделал этот аккумулятор А теперь о самой косилке Ну, конечно, она рассчитана не для сорняков, не для высокой травы А для маленькой газонной травки У нее даже в инструкции есть смешная фраза Перед тем, как начать косить, не забудьте удалить все сорняки Но на самом деле у меня трава высокая В общем, у меня дуванчики и все остальное И, в общем, было довольно это все большого размера Ничего, скосило Все хорошо И моего аккумулятора хватает на все 0,06 моего участка за раз Покажу, как что устроено Есть рычаг 6 уровней высоты Тяги пластиковые Так что у меня такое ощущение, что они сломаются первыми 38 сантиметров нож Нож, к счастью, металлический, не пластиковый Оси колес тоже металлические Поэтому вот оси-то не сломаются Эта штука тоже железная А вот тяги, не знаю, не знаю, посмотрим Косилка рассчитана на работу только с вот этим кузовом Без него не получается Потому что так она просто закрывается И я пытался так косить Но она просто заминает траву И забивается ей и не работает То есть только если какую-то придумать дощечку Чтобы она держала в полуоткрытом состоянии вот эту шторку Но в инструкции про это ничего Я так понимаю, что штатный режим Это только с вот этим кузовом Удобно, что у него большой раструб И из него трава очень легко усыпается Еще у него есть совершенно замечательное Очень простое устройство Вот эта штука показывает, заполнен кузов или нет Пока он не заполнен Она вот так вот открывается, болтается Там дырочки, через которые дует воздух Как только она сбивается с травой Она опускаться перестает И это сигнал, что надо остановиться И опустошить кузов Когда трава была высокая Мне приходилось останавливаться каждые 2 минуты Когда трава поменьше То где-то каждые 3,5 минуты Кузов держится на вот таких вот уступчиках А тут есть вот такие шпенечки В общем ставится он достаточно удобно Сейчас будет акробатическая операция Потому что я без штатива одной рукой снимаю и его отставлю Ну все, он поставился Для того, чтобы запустить косилку Нужно обязательно нажать вот на красную кнопку То есть если я просто буду нажимать рычаг Ничего не произойдет А если нажать красную кнопку И после этого надо нажать рычаг Вот косилка запустилась Кроме того, у него есть вот такой предохранитель Если его вытащить, то косилка не работает Это защита от детей Ну и вообще от всяких нехороших случаев Потому что аккумулятор это в ней Вот такая косилка В общем на самом деле я очень доволен, что я купил Потому что жизнь без проводов совсем не такая, как с проводом Намного удобнее И можно гулять по всему участку с косилкой И косить травку И в общем устаешь от этого меньше И производительность получается гораздо выше Особенно с моим большим аккумулятором Емкостью 7500 мАч 36 вольт Неделю назад косил, а за неделю выросло очень много дуванчиков Два часа подвига и дуванчиков почти не осталось Скажу еще несколько слов о том, что не сказал, когда снимал видео Мой самодельный аккумулятор 36 вольт 7,5 Ач Он состоит из 30 ячеек 18650 Два с половиной ампер часа От него косилка работает от 49 до 54 минут В зависимости от высоты травы На самом деле достаточно много Это где-то полтора-два часа работы И где-то около восьми соток удается покосить Вот на одном таком аккумуляторе Но это мой самодельный аккумулятор Штатных аккумуляторов 4 Ач я думаю, что хватит где-то на 26-30 минут Тоже это не так мало, как кажется Я думаю, что сотки на 4, а может быть и на 5 Это должно хватить Но штатная зарядка заряжает быстро Она заряжает быстрее часа Поэтому, в общем, ничего страшного Можно покосить, час отдохнуть, а покосить еще В режиме холостого хода косилка потребляет около 5 Ампер В рабочем режиме, судя по расходу аккумулятора, 8-9 Ампер Получается, что мощность двигателя около 350 Вт Хоть это втрое меньше, чем у косилок, работающих от сети Какой-либо разницы я не заметил Отлично косит, в том числе и высокую траву Травосборник 40 литров, конечно, маловат При первом покосе его приходилось опустошать каждые 2-2,5 минуты А при покосе через неделю Вот эти одуванчики, которые вы сейчас видели Где-то 3-3,5 минуты Спасибо за внимание Надеюсь, что вам было интересно